Как нормализовать желчоотток и, соответственно, сохранить здоровье желчного пузыря? Эта тема прям-таки любименькая. Это пищеварительная желчь, это пищеварительная жидкость, которая вырабатывается в печени и включает в себя множество соединений, отвечающих за расщепление жиров, процессы детоксикации организма. И каждый день наша печень должна поставлять в организм приблизительно 500 мл желчи, состоящей из воды, электролитов, холестерина, белков, билирубинов, фосфолипидов и прочих органических соединений. Соответственно, когда мне говорят, что желчь состоит из воды, я говорю, да свидос, ребята, кто не знает немножко биохимии, пусть идут спать. Соответственно, электролиты, они нужны для тоже желчи. И когда мне говорят, надо пить 2 литра чистой воды, да, воду нужно пить, но это отдельно. В 12-перстной кишке желчь взаимодействует с жирами, помогая им усваиваться. Чем лучше усваиваются жиры, тем комфортнее пищеварение, выше уровень питательных веществ в организме, чище кожа, лучше настроение. Соответственно, зачем нужен желчный? Желчь, которую выделяет печень, не обладает высокой концентрацией, поэтому не может справиться с определенными типами питательных веществ, жиров в частности. Соответственно, желчный пузырь собирает желчь и концентрируется для ее повышения эффективности пищеварительных процессов. Короче, ребята, без желчного гормоны плохо работают, запоминаем с вами. И сытости у здоровых людей обычно хватает на 4-5 часов. Вот у меня раньше этого не хватало, потому что я постоянно стимулировала себя какими-то радостями. Если у вас все происходит именно так, то это значит, что вы правильно подобрали продукты, способы их обработки, размеры, порции, калорийность. А также придерживайтесь определенного режима и можете похвастаться хорошим обменом веществ. Это было все не про меня. У меня было акне, у меня был жировой гепатоз, у меня был поликистоз, я вообще была жирная. И у меня постоянно были какие-то стрессовые моменты. Представляете, это просто из-за того, что может не работать полноценное пищеварение. Желчный пузырь теперь не сможет действительно нормально работать, если вы испытываете постоянный пищевой стресс. Это перспектива воспаления, камнеобразования. Не сразу, конечно, но со временем. Плюс у меня генетика по Жильбера, там все с желчью и так плохо. Соответственно, что такое желчные соли? Это основной органический компонент желчи, который контролирует оборот холестерина и отход метаболизма. Соответственно, соли желчных кислот не используются по одному разу. Они возвращаются в работу, и это ценнейший концентрат, которым тело просто не может так разбрасываться. Соль желчных кислот, детокс, холестериновый обмен, эмульгирование жиров, борьба с инфекциями, коррекционная работа печени, эффективность пищеварительных процессов, поддержка здоровой микрофлоры кишечника, антиоксидантная защита. Глутатион это наш главный внутренний антиоксидант, и соль желчных кислот участвует в его выработке. Чем активнее синтезируется желчь, тем выше уровень глутатиона, и тем спокойнее живется печень, потому что он ее защищает и не только от токсинов, но и от накопления жира. Помощь в регуляции глюкозы, желчные кислоты участвуют в таком важном процессе, как контроль стабильного сахара в крови и инсулина. Представляете, насколько это офигенно? Поэтому, как понять, что с желчьотоком просто не все в порядке? Вы там то с запором, то с поносом, то вздутие, то какая-то история. Вот у меня, поверьте, я так жила какое-то время. Соответственно, бывает изжога, нездоровый цвет кожи. Вот я как только косячу с чем-то в питании, у меня сразу это можно по лицу, под лицу, все к лицу проверить. Соответственно, что мы можем сделать для нормальной работы желчного пузыря? Это поддерживать водный баланс, минимизация фруктозы, полное устранение алкоголя, сладкого, белой муки, других рафинированных углеводов. И источник холина, это печень, яйца, масло, мясо, рыба, крестоцветные. И источники пектина, это то, что поможет в умеренных количествах вам. И источники бетаина, это семечки, мясо, рыба, орехи, свекла, кисломолочные продукты. Продукты, которые нравятся печени, это темно-зеленые листовые овощи, ягоды и свекла. Плюс регулярность приема в пищу, 3-4, плюс контроль стресса, плюс движение. Плюс слушать свой организм и износ от форс-мажоров тоже себя ограничивать. И напоследок рубрика. Вредные советы. Выберите десяток самых хороших диет. Свекольная, морковная, гречневая. И чередуйте их в течение года. Тогда у вас желчный просто ляжет спать. Ничего не делайте с контролем стресса. Пусть он будет вашим хозяином. Кортизол пусть командует всем. Ешьте, когда придется и на бегу, соответственно, вам скажут спасибо. Вместо скучной нормальной еды обязательно вписывайте в свой рацион полуфабрикаты, дни обжорства, дни, когда можно все. Если фрукты, то сразу килограмм. Не мелочитесь. Пейте в день максимум один стакан воды, оставьте в рационе минимум жиров и обязательно полностью откажитесь от насыщенных. Ведь они так вредны. Плюс обязательно сидите на двух или на трех диетах сразу. Это тоже вам может помочь. Соответственно, если у вас есть вопросы, то пишите. Вы на канале 30+. Я Алена. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok